Все вы знаете, что подсолнечное масло это хороший изолятор. Однако это не означает, что масло совсем не проводит электрический ток. Просто у него очень большое удельное сопротивление. В этой кювете установлены две параллельные металлические пластины, а в промежуток между ними залито подсолнечное масло. Попробуем померить сопротивление масла мультиметром в режиме амметра. Установим предельный диапазон в 200 мегаом. Включаем прибор. Сопротивление масла заведомо больше 200 мегаом. Как же нам его померить? Подключим кювету с маслом к высоковольтному источнику постоянного напряжения и последовательно с ней установим мультиметр в режиме микроамперметра на нижнем диапазоне в 200 мкА. При напряжении в 2 кВт подсыпи течет ток в 0,06 мкА. Увеличивая напряжение, построим график зависимости тока от напряжения. Мы видим, что ток пропорционален напряжению и значит для масла выполняется закон Ома. Поделим напряжение 10 кВт на ток в 0,3 мкА и получим сопротивление в 33 гигаома. Но если бы у нас не было высоковольтного источника, как бы мы могли поступить в этом случае? Тут на помощь приходит еще один метод. Подключим параллельно нашему сопротивлению конденсатор. Суммарная емкость этого конденсатора, кюветы и электрометра равна 13 нФ. Зарядим конденсатор до напряжения 10 В, а затем отключим источник питания и запишем с помощью электрометра, как конденсатор будет разряжаться через масло в кювете. Напряжение на конденсаторе падало по экспоненте и характерное время разрядки составило 430 секунд. Это время равно произведению сопротивления на емкость. Поэтому для нахождения сопротивления надо разделить время разрядки конденсатора на его емкость 13 нФ и в результате мы получаем сопротивление в 33 гигаома, что отлично согласуется с данными первого опыта. Так что большие сопротивления можно находить по времени, за которое через них разряжается конденсатор известной емкости. А теперь еще одна простая задачка для расчета. Кювета с пластинами и маслом сама по себе является конденсатором, и его емкость составляет что-то около 10 пФ. А сопротивление масла в кювете, как мы уже выяснили, равняется 33 гигаомам. Посчитайте тогда, за какое время этот конденсатор будет разряжаться через масло. Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.